Добрый вечер. В Украине 20.00. Вы смотрите подробности. О главных новостях расскажут мои коллеги в студии Наталья Биловича. Мнимый шпион. Почему российские спецслужбы задержали украинского журналиста? Планы на осень. Когда парламент рассмотрит скандальные документы о спецконфискации и презумпции правоты полицейских? Новые миллионы. Сколько денег планирует выделить Совет Европы для поддержки украинских реформ? Беззащитный титан у столичного спецназовца отобрали оружие. Сорванные погоны. Сколько украинских полицейских не прошли переаттестацию? Наш коллега, корреспондент агентства Украинформ Роман Сущенко арестован в Москве по обвинению в шпионаже. Сейчас он находится в СИЗО Лефортово. Это почти все, что известно к этой минуте. Детали расскажут наши корреспонденты. Кадры, на которых Роман Сущенко ожидает заседание об избрании меры пресечения в Лефортовском суде Москвы, распространили российские информагентства. По ходатайству следственного управления ФСБ украинского журналиста отправили в изолятор спецслужб на два месяца. Корреспонденту сотрудников консульства не допустили. По словам правозащитников, следствие таким образом добивается признательных показаний. Вот что сказали в украинском МИДе. Сегодня консульский сотрудник лично выдавал следствие управления ФСБ Российской Федерации. Он пытался задать вопрос, чтобы это у меня позволило на заключение с отриманным помидором в Украине, с отриманным журналистом. Сегодня посольством также было отправлено ноту на МЗС Российской Федерации с замоком надавать на заключение украинского консула с отриманным. Члены общественной наблюдательной комиссии за тюрьмами – это единственные, кому удалось увидеться с Романом. Я говорю, а по какой вы статье тоже не разрешили спросить? Я говорю, что 276-я? Он сказал, да. 276-я – это шпионаж. Ну, а дальше уже начался крик со стороны начальника, заместителя начальника СИЗО, что никаких подробностей. Я говорю, ну вы же нам разрешаете спросить, были ли пытки при задержании? Да, можете спросить. Роман сказал, что пыток при задержании не было. В изоляторе Роман находится уже 4 дня. Известно, что в Москву он приезжал к родственникам. Возле их дома поздним вечером его задержали и увезли в неизвестном направлении. Пресс-секретарь Кремля Песков арест журналиста назвал, цитирую, «нормальной работой спецслужб». Конец цитаты. ФСБшники убеждены, что Роман – кадровый сотрудник украинской разведки. Но в Минобороны домыслы российских чиновников уже опровергли, назвали их очередной провокацией. Интересы нашего коллеги на суде представлял назначенный следствием адвокат. Защитник по соглашению Марк Фейгин с самого утра пытался добиться встречи с Романом. Но его к подзащитному так и не пустили. Здесь процессуально-то ясен набор действий. Надо обжаловать арест. Нужно, в конце концов, какие-то документы получить из Украины, доказывающие его профессиональные действия в качестве журналиста. Потом разобраться, в чем его обвиняют. Для того, чтобы мы хотя бы поняли, кто может быть в качестве защиты выступить и так далее. Мы же даже не представляем, почему приехал с частным визитом, вдруг он задержан. Каких-либо подробностей о судьбе Романа до сих пор нет. Еще одну попытку встретиться адвокат Марк Фейгин попробует предпринять уже завтра. Светлана Чернецкая, Виталий Коваленко. Подробности телеканал Интер. Абсолютной бессмыслицей назвал заявление российских спецслужб по причастности Сущенко к разведке. Министр информполитики Украины на своей странице в фейсбуке Юристейц написал о том, что его ведомство рассматривает этот инцидент как очередной пример нарушения России базовых прав и свобод человека. Министерство обращается к мировым лидерам, правозащитным организациям, в частности ОБСЕ, с просьбой немедленно вмешаться в ситуацию и добиться освобождения Романа Сущенко. С таким же призывом к мировому сообществу обратился глава МИДа Украины Павел Климкин во время своего визита в Страсбург на День украинских реформ. Со своей стороны он заявил, что наши дипломаты делают все возможное, чтобы добиться встречи с арестованным. Наши посольства и наши консули работают с того момента, как он был затриманным. Хотя мы знаем уже случаи, когда Россия не надавала консульского доступа не те что тижнями, а месяцами. Тут сегодня я уже порушил в Раде Европы с всеми, с кем мог. Буду, конечно, в ОБСЕ и в других структурах это делать и обзвонить своих коллег додатково. С точки зрения реакции, вы можете рассматривать это как обычную провокацию. На задержание Сущенко уже отреагировал министр иностранных дел Литвы. Действия России Ильина Слинкевичу назвал провокацией. Правда, уточнил, что пока не обладает достаточной информацией для окончательных выводов. Кроме того, главный дипломат Литвы подчеркнул, что случай нарушений прав журналистов в фокусе внимания Евросоюза. Ситуацию с задержанием Сущенко прокомментировал и украинский премьер. На странице в Фейсбук Владимир Гройсман выразил мнение, что после ареста украинского корреспондента Россия окончательно обрекла себя на изоляцию. А обвинение в шпионаже, выдвинутое Сущенко, это очередное доказательство массовых и системных притеснений прав человека, добавил премьер. В украинском парламенте уже готовят обращение к ПАСЭ, Совету Европы и ОБСЕ с привызывом добиться от Москвы освобождения этого заложника. Спикер в ответ на действия федерации предложил ввести визовый режим с Россией. А вице-спикер Ирина Герасченко отметила, что самые грубые нарушения Москвой международных норм. Я запропонував комитетам розглянути вопросы про введение визового режима с Российской Федерацией. Этот законопроект был зареєстрован еще полгода тому, и, возможно, сейчас и есть время, чтобы мы смогли эту ситуацию розглянути. Мы видим порушения кількох надзвичайно важных норм. Первое. Недопис консула. Это непрепустимо, когда консул, когда Министерство закордонных справ узнает о ареште командирования Украины от правозахисников, случайно. Второе. Как мы видим, не было никакого контакта с родиной. Впрочем, сегодня на ОРДЕПы предложения спикера предметно не обсуждали. Больше сосредоточились на партийных интересах и требованиях. Каких, расскажет Екатерина Лысенко. Прийдя в себя после внеочередного заседания, на ОРДЕПы собираются обсуждать предстоящую повестку дня. Считают, на что хватит голосов, что вносить в зал, дабы избежать провалов. В блоке Порошенко настаивают на экономическом пакете документов, а в малых фракциях реагируют на последние инициативы, как, например, на шумевшую презумпцию правоты полицейских. Презумпция правоты полицейского без качественной судовой и объективной системы есть побута полицейской державы. Полицейскую державу мы не имеем права перетворить, але захистить полицейских потрібно. Чем? Яческими тренуваниями, настановами и разведком и навчанием. Не два тижня, четыре месяца, а шесть, семь, десять месяцев. Давайте вытрачать час на это. Пока законопроекта о презумпции правоты полицейского в Раде нет, хотя его появление анонсировал глава МВД на этой неделе. Нет в списке документов и закона о спецконфискации, но Народный фронт все с теми же усилиями добивается его рассмотрением. Мы должны принять политико-правовое решение, что до принятия режима спецконфискации, и чтобы деньги, которые вкрав режим Януковича, были повернуты в бюджет. Но и тут фронтовики в очередной раз рискуют, что зал их снова не поддержат. Цей закон расповсюдживается на всех граждан Украины, и мейно любого гражданина Украины может быть конфисковано, по сути, без судов и следствия, по абсолютно спрощенных, незразумимых процедурах, без любого защиту права властности. У каждого гражданина Украины может забрать мейно. Поэтому предлагать в Верховной Раде принять закон в таком выгляде абсолютно непрепустимо. Чтобы уйти от дискуссии у трибуны, конфликтных вопросов в повестке дня спикер по традиции избегает. В четверг, вон говорят, днем культуры и образования будет. Правда, из спорного может быть замена членов Центризбиркома. Я признаю, что буду вертаться к президенту Украины с проханием перевнести подание, дать новое подание, которое бы смогло объединять зал, чтобы мы смогли выйти на позитивное решение, чтобы мы не пребывали в состоянии правовой коллизии, которая, на жаль, на сегодня. Возникнут в зале и бюджетные баталии при пересмотре сметы еще на этот год. В профильном комитете как раз рассматривают выделение дополнительных денег силовикам. А вместе с тем, тому же бюджетному комитету, нужно будет разобраться еще с одним проектом оппозиционного блока, который предлагает свой вариант сметы, но уже на год следующий. Мы их надали в бюджетный комитет. Мы прораховали, что за рахунок реальной инфляции и девальвации гривен, державный бюджет отримает приблизительно 30 миллиардов гривен. Кроме того, мы пропонуем сменчать выдатки на бюрократичные структуры, которые, прежде всего, на Соловьи. Это также дает больше 40 миллиардов гривен. И тому дополнительный ресурс бюджета, мы ожидаем, будет приблизительно 80 миллиардов. Но в Басковщине обещают земельный референдум и анонсируют аграрные протесты у стен, в том числе парламента. 95% граждан Украины против распродажа сельско-господарской земли с молотка. Мы начинаем все правовые процедуры по проведению референдума обеспечения распродажа сельско-господарских земель и обеспечения амфитезису как формы распродажа земли, которая завуалована независимым для селян словом. Я внесла в Верховную Раду законопроект, который продолжает мораторий на продаж сельско-господарской земли до 2022 года. Но завтра первым делом избранники будут трудоустраивать вновь прибывших коллег до избранных летом. Нардепы до сих пор не закреплены за комитетами, а там порой один голос может стать решающим. Екатерина Лысенко, Евгений Каминский, Алексей Шматов. Подробности телеканал Интер. Продажа сельско-хозяйственных земель – одно из двух условий МВФ. Второе – это повышение пенсионного возраста. Таковы основные требования фонда для получения новых траншей. Об этом, отвечая на вопрос Интер, сказал во время сегодняшнего пресс-брифинга руководитель миссии МВФ Украины Рон Ван Руден. По его словам, ситуация в экономике такова, что рано или поздно стране придется пойти на эти непопулярные меры. Он уклонился от прямого ответа на вопрос, может ли Украина получить новый транш без выполнения этих условий, но пояснил, что в МВФ такое решение считают целесообразным. Рекомендации фонда пока обсуждаются на переговорах с Киевом, а на этой неделе о них будут говорить еще и в американской столице. В Вашингтоне уже в этот уикенд стартует осенний саммит МВФ и Всемирного банка. На нем будет присутствовать и украинская делегация. Тогда страна и сформулирует свою позицию, готова ли Украина к столь радикальным мерам. В опубликованном сегодня переводе полного списка требований фонда, которое согласилось выполнить Украина, есть оба этих пункта. Какие еще доказательства, согласно этому меморандуму, готов взять на себя официальный Киев, мы расскажем завтра. 45 миллионов евро на реформы Киева. Таков результат встречи в Страсбурге европейских и украинских чиновников. Под что конкретно Европа дает эти деньги, узнаем от Софии Гордиенко. Совет Европы к украинским реформам относится более чем трепетно. Здесь поддерживали Евромайдан и болели за нас во время аннексии Крыма и начала конфликта на Востоке. Российскую делегацию даже лишили права голоса, так что нынешний круглый стол – событие важное. Я хочу поблагодарить генерального секретаря Пассе за то, что он организовал это мероприятие. Во главе делегации руководитель МИДа Павел Климкин, вместе с ним министр юстиции, приехал и шеф антикоррупционного бюро. Говорили о том пути, который удалось пройти в стране фактически за два года. Вот, посмотрите, судовая реформа, новый закон о государственном службе, вся система борьбы с коррупцией. В принципе, даже много моих спортированных скажут, что они даже от нас не ожидали, что это вместе удастся. Конечно, не можно сказать, что все идеально. Основное наше заведение, чтобы Украина наконец-то стала страной, где основной целью государства – защиту права людей. Кстати, на финансирование этих успехов страны-участницы Пассе скинулись кто сколько мог, собрали 25 миллионов евро, эти деньги и пошли на реформы. По словам председателя, успех очевиден, но расслабляться не стоит. Ну и главного старого врага все еще предстоит победить. Речь идет о коррупции, и это тормозит модернизацию. На воплощение в жизнь реформ снова нужны средства, и Украина снова рассчитывает их получить. Как сообщил глава МИДа Павел Климкин, Совет Европы запланировал выделить еще 45 миллионов евро на имплементацию реформ. Это крупнейшая сумма, которую парламентская ассамблея когда-либо выделяла государству-участнику Пассе. София Гордиенко, Василий Трешковский. Подробности с телеканал Интер, Страсбург. И о коррупции. Таможня прячет добро в собачьем вольере. 7 тысяч евро грязных денег обнаружили сотрудники СБУ и военной прокуратуры во время совместной операции в пункте пропуска ТИСа. На ком здесь наживаются, узнаем от Марины Коваль. Показательная операция в пункте пропуска ТИСа на украинско-венгерской границе. Такое здесь впервые. Сотрудники СБУ и военной прокуратуры в масках выстраивают пограничников и таможенников под стенкой с поднятыми руками. Проводят обыски. Все из-за поборов, которые якобы те берут с водителей микроавтобусов. В основном эти машины везут в Украину так называемые передачи. Посылки зарабить чан родным. Правоохоронцы установили, что окремые посадовцы этого митного посту регулярно отримывали деньги с водителей микроавтобусов. Была установлена так называемая такса 400-500 евро с одного микроавтобуса. За дубу через митный пост ТИСа въезжают в Украину близко 100 микроавтобусов. Задержали сотрудника таможни, инспектора-кинолога. Он брал взятку с водителя 500 евро, а в собачьей будке прятал еще 7 тысяч евро, якобы собранных им за 4 часа смены. А вот пограничники отрицают причастность своих сотрудников к преступной схеме в пункте пропуска ТИСа. Проводились обшуки в помещениях и митников, и прикордонников. Что касается прикордонников, то порушения в порядке несения службы, приношем вчера, с сотрудниками службы безопасности не выявлено. Подозра прикордонникам не оголошилась, и никто из прикордонников не был затриман. В государственной фискальной службе факт получения взятки сотрудникам таможни подтвердили и сообщили. После операции СБУ в пункт пропуска ТИСа приехали проверяющие. Мобильные группы выявили нарушение таможенного законодательства и задержали товаров на сумму 200 тысяч гривен. Сам пункт пропуска ТИСа работает сегодня в обычном режиме, как ни в чем не бывало. Очередей нет. Микроавтобусов с зарабетчанами в понедельник немного. В основном они въезжают в Украину на выходных. Откровенничать с журналистами водители не хотят. Задержанному инспектору-кинологу Закарпатской таможни за взятку грозит от 5 до 10 лет тюрьмы, если его вину докажут. Сейчас он под стражей, пока суд не определит меру пресечения на время следствия. Был ли задержанный главным и единственным организатором схемы? В СБУ пока не говорят. Марина Коваль, Павлина Василенко, Юрий Ковалев. Подробности телеканал Интер, Закарпатская область. Четвертая часть руководящего состава полиции не прошла переаттестацию. Более 5 тысяч патрульных завалили тесты. Об этом на брифинге сообщил руководитель нацполиции. Хатеда Канаидзе заверила, что обнародует полные списки аттестованных и неаттестованных, но когда не уточнила. Анонсировала конкурсы и экзамены, массовую чистку и свежую кровь кадровую. Очищение первый этап. Все современные стандарты нацполиции, которые мы сейчас внедряем, в том числе и новые конкурсы. Например, в каждом регионе, в каждой области параллельно аттестации в течение нескольких месяцев нацполиции. Каждый третий будет новым человеком. То есть новые следователи, новые участковые. Легко ли разоружить титановца? В Киеве двое неизвестных, угрожая оружием, отобрали у сотрудника спецподразделения бронежилет, документы и пистолет с резиновыми пулями. Все это произошло средь бела дня, причем прямо у здания управления полиции охраны. На спецназовца напали, едва он вышел из автомобиля, на котором приехал на работу. Титановец отделался легким испугом, а злоумышленники с места происшествия скрылись. Был объявлен план перехват, но пока никого не задержали. Слышу, какая-то драка происходит. Поднимаю голову, мужчины в масках пьют какого-то мужчину. Это все очень быстро происходило, резко прыгают в машину и уезжают. У нас и камеры скрозь стоят, но выявляется, что была одна такая зона, где как раз они под камерой и не видно ни по камере, ни охранец управления. А во Львове пьяный полицейский рассекал по улицам. Патрульные остановили автомобиль за пересечение двойной сплошной. Водитель выглядел нетрезвым, но от экспертизы отказался. Пытался договориться с полицейскими, дескать свой. Копы на уговоры не пошли и выписали коллеге протокол за нарушение правил дорожного движения и вождение в нетрезвом виде. Сейчас горе-патрульный проходит служебную проверку. Ранее таких случаев за ним не замечалось. То есть на службу он проходил. Тверезы, сколько нас проходят водители перед заступлением на службу огляду лекаря. Мы будем глупотать перед департаментом патрульной полиции о дозволении данного работника. Сколько такая данная поведенка, его непрепустимы. И алкоголь стал причиной ДТП, в котором погибли патрульные. Трагедия произошла вчера вечером в Белой Церкви. Мерседес на большой скорости врезался в автомобиль, где находились трое полицейских. Лейтенант Андрей Яцура и старший сержант Михаил Корниенко погибли на месте. Старшего сержанта, лейтенанта Родиона Сапеженко доставили в реанимацию. Сейчас медики борются за его жизнь. Виновник этой аварии с места происшествия попытался скрыться. Сейчас он задержан. Ему провели медическое исследование. И алкоголь тестер показал 1,8 промилле алкоголя. Также мы достойно знаем, что автомобиль Мерседес ехал с скоростью, которая превышает установленную норму движения в городе. И к ситуации в зоне АТО. По поселку Крымское в Луганской области противник выпустил более 100 мин. А Зайцево под оккупированной Горловкой ночью обстреляли из крупнокалиберных минометов. Какова реакция военных в Украине и что там происходит сегодня, расскажут наши корреспонденты. В этом доме, к счастью, во время обстрела никого не было. Осколки выбили стекла и зашутили стены. На соседний огород тоже прилетела мина. Его хозяйка Вере Григорьевне. Все равно приходится выходить сюда собирать овощи. Каждый день идет война. Ну какое перемирие? Уже не хочется ни жить, ни разговаривать, честное слово. К такой жизни Вера Григорьевна так и не привыкла. За более чем два года войны летом был разрушен ее дом. Ну каждый же день, ну каждый день и таким стрелять по людях. Обстрел под Горловкой военные считают почти тишиной. Для украинских бойцов есть хотя бы день передышки. Они максимально пытаются использовать этот промежуток для того, чтобы повысить свои боевые навыки. Сейчас это отработка стрельбы из гранатомета, из БМП. Броня, я вежа, ориентир номер три. Бронетанковая техника противника, что наступает? Кумулятивными, дальность тысячу метров. Гонь! На полигоне, в нескольких километрах от Зайцева, отрабатывают огонь гранатами и ствола боевой машины пехоты. Больше спокойно, что даёт нам возможность трешечки подучить, надать практику стрельбы. По чутким руководствам командования всё получается хорошо. В 53-ю бригаду, расположенную под Горловкой, прибыло много контрактников. Среди них парень из Торецка, находящегося всего в нескольких километрах от полигона. Ожидаю мира над головой. Хочу, чтобы всё это закончилось, чтобы не было вот этих, ну, смертей, чтобы пацаны не погибали. На передовой украинское оружие молчит, несмотря на ежедневные обстрелы со стороны боевиков. Однако новобранцы, идущие на смену демобилизованным Шестой войны, усердно учатся. Комбат, наблюдавший за стрельбами, результатом остался доволен. Геннадий Вивденко, Вадим Ривун, Руслан Терентьев. Подробности телеканал Интер из Донецкой области. Праймерис боевиков – это попытка сорвать минский процесс. Так Украина расценивает проведённое 2 октября так называемое предварительное голосование в так называемых ЛНР и ДНР. По словам Ирины Геращенко, вице-спикера парламента и представителя гуманитарной группы в Минске, на этих праймерис не было ни наблюдателей, ни средств массовой информации. В итоге предстоящие минские переговоры будут проходить сложнее. Теперь украинская сторона будет апеллировать в том числе к участникам нормандского формата с просьбой отреагировать, цитирую, на этот фарс. Так называемые праймерис на Донбассе подрывают усилия по мирному регулированию. Об этом заявили в украинском МИДе. Что же касается реализации решения трёхсторонней группы о разведении сторон на востоке Украины, то украинские дипломаты заявляют, что ещё на прошлой неделе готовы были обсуждать в Минске этот вопрос в трёхстороннем формате. Теперь же заседание рабочей подгруппы по безопасности назначено на 5 октября. В Израиле разоблачена террористическая ячейка сторонников исламского государства. Её члены планировали масштабные теракты. О том, как воспринимают в еврейском государстве угрозу халифата и как с ней борются, расскажет Сергей Ауслендер. Шестеро арабов арестованы. Им предъявлены обвинения в попытке присоединиться к исламскому государству. Все они жители Шуафата и Аниты, населённых пунктов в окрестностях израильской столицы, хорошо известных спецслужбам. Там проживает очень много сторонников радикального ислама. Эти шестеро планировали провести в Израиле серию терактов. Например, устроить бойню на Тель-Авивских пляжах или в районе центральной автостанции Иерусалима. Кроме того, некоторые члены этой организации собирались отправиться в Сирию, чтобы там получить боевой опыт. Теперь им всем грозит лишение свободы. Кстати, недавно Верховный суд Израиля ужесточил минимальное наказание за попытку присоединиться к халифату. Теперь это 5 лет тюрьмы, причём при условии, что в безопасности государства не был нанесён ущерб. В противном случае наказание будет намного жёстче. Кстати, многие эксперты сейчас отмечают, что ИГИЛ при всей его воинственности упорно избегает прямых столкновений с еврейским государством. Большинство, я бы сказал, вот этих вот лидеров ИГИЛа не хотят начинать с Израилем, потому что они знают, что Израиль имеет в этом регионе наиболее точное и наиболее, я бы сказал, сильное вооружение и очень хорошую разведку. Поэтому, если Израиль начнёт уничтожать лидеров ИГИЛа, то, естественно, у них не будет нигде возможности скрыться. Именно серьёзное военное превосходство Израиля удерживает халифат от атаки на такую, казалось бы, желанную цель, как еврейское государство. А точечные ликвидации доказали свою эффективность, благодаря им в своё время удалось прекратить вторую интифаду. Поэтому, если отряды исламистов оказываются вблизи израильских границ, в районе тех же голландских высот, то они предпочитают воевать с сирийской армией или с отрядами повстанцев. В Израиле же ИГИЛ применяет другие методы действия через своих сторонников, которые действуют, как правило, совершенно самостоятельно, автономно. У них нет никакого центра или штаба, откуда бы они получали инструкции, деньги и оружие. Халифат ограничивается лишь самыми общими заявлениями и призывами к своим последователям атаковать неверных везде, где только возможно. Сергей Услендер, подробности, телеканал Интер, Израиль. Экс-министр финансов Юрий Колобов имеет вид на жительство в Испании. Об этом заявил замгенпрокурора Евгений Йенин в интервью украинским новостям. По его словам, ещё рано говорить, есть ли шансы, что Испания выдаст Колобова Украине. Кроме того, комиссия по контролю за файлами Интерпола заблокировала доступ к файлу Колобова. Но в случае выезда экс-министра из Испании Украина может начать двухсторонний процесс его экстрадиции, не используя инструменты Интерпола. Напомню, два года назад СБУ открыло уголовное производство в отношении Колобова и других бывших членов правительства Азарова. Их подозревают в растрате средств государственного бюджета. Дело Колобова расследует и ГПУ. В январе прошлого года Печерский райсуд заочно арестовал соратника Януковича. А через два месяца Колобова задержали в испанском Альтеа. Но выдавать беглеца Киеву Мадрид отказался. Вы смотрите подробности и вот что у нас во второй части. Харьковский отравитель. Что грозит производителю смертельного пойла? Игра с огнём. Кто виноват во взрыве на Яворевском полигоне? Миллионы на клетках. За что японский биолог получил Нобеля? Почти 12 миллиардов гривен должна государство Укрнафта. Этот долг продолжает расти. Об этом заявляют в Нафтогазе. На 1 сентября компания уплатила чуть более половины налогов, начисленных уже в этом году. А за прошлое задолженность не погашена. В целом около 10 миллиардов гривен компания должна за пользование недрами, чуть больше одного за неуплаченный вовремя налог на прибыль, плюс штрафы и пение. В Нафтогазе считают, что из кризисного состояния Укрнафта может вывести комплексное решение, которое должны поддержать и акционеры, и кредиторы. Единства у сторон пока нет. Напомню, контрольный пакет предприятия принадлежит государству, а вот 42% акций в руках группы «Приват». Смертельный алкогольный суррогат продолжают изымать фискалы в магазинах Харьковской области. От контрафакта по всей стране уже умерли 40 человек. Подпольный цех, где производили паленую водку, уже нашли, как и 4 тонны метилового спирта. Но сколько успели переработать и пустить в продажу под видом водки, правоохранителям пока неизвестно. Проверяют в первую очередь точки, где алкоголь продает на разлив. По харьковским наливайкам прошлись и наши корреспонденты. Проверяющих, да еще и с видеокамерой, в этом киоске, где торгуют спиртным на разлив, явно не ждали. Хозяйка бросается закрывать магазин. Что значит подождите, объясните. Опа, пошел вообще. Идите себя нормально. А продавщице при виде инспекции вдруг становится плохо. Ей даже приходится вызывать скорую. А в этот киоск на Павловом поле оперативники заходят под видом покупателей. Через минуту выходят с полными стаканчиками. Здесь мы подошли, без вопросов на разлив купили водку дешевую. 7 гривен, 100 грамм, резкий запах спирта. Говорят, вроде как домашнего производства. Что такое домашнего производства, непонятно. После этого, предъявив удостоверение инспекции, продавщицу просят показать документы на водку. Вы продавец. Я стажер. Я стажер, да? Да. Документы на себе есть? Это у хозяева, я не знала. Документы на спиртное так и не нашлись. На логовике решают водку изъять. Под прилавком большой ассортимент спиртного. Зеленоватая и желтоватая жидкость разлита в пластиковые баклажки. Хрен, колган. Почитаем, можем ходить. Опять хрен. Джин и миндаль. Что продает, девушка не знает. Говорит, работает здесь всего третий день. Вы уверены, что от нее не умрет никто? Может, там метанол? Мы можем. Знаете, что большая крупная партия поступила с метанолом, с техническим спиртом, от которого умирают? Не ешь, а мы гоним. Более разговорчивые постоянные клиенты утверждают, точка проверенная, пьют давно и отравиться не боятся. Ну, вы знаете, что от нее умирают, да? Ну, естественно, ну, по ящику же показывают, шоу. Ага. Изюм там. И не пьете? Зарьков. Даже после сообщений о массовых отравлениях и гибели людей, посетителей возле таких наливаек меньше не стало. Тут уже постоянный контингент просто. А тут рядышком прием макулатуры, они сдают макулатуры и тут рядышком сразу расслабляются. Я утром иду на работу и тут очень часто мужчины просто лежат вот как полумертвые рядышком. Этот киоск налоговики закрыли, водку конфисковали. Всего за сегодняшний день по Харькову изъяли более полутысячи бутылок спиртного неизвестного происхождения. И каждая из них могла быть истой смертельной метануловой партии. Светлана Шекер, Александр Яновский. Подробности телеканал Интер. Харьков. Взрыв на Явровском полигоне Львовской области. Трое военных получили ранения. Во время учений контрактники нашли часть противотанковой ракеты. Один из военных взял боеприпас в руки и стал нагревать зажигалкой. Прогремел взрыв. Осколки разлетелись на несколько метров. Всех раненых доставили в госпиталь. Одного перевезли на операцию в Киев. Медики говорят, что в жизни солдат ничего не угрожает. Военная прокуратура начала уголовное производство по факту неосторожного обращения с оружием. Те, что подняли, есть травмы рук, судинных артерий, уничтожения живота, обличия. Те, что отправлено до Киева, уничтожение очей. Третий – просто осколковые поранения по телу. Люди, скажу, 69-68-го року народжения, вроде бы и старшие люди, но, ну, такие, детальщими за больничкой бегать по полигону и подпаливать снаряды – это… Сейчас мы также будем дослеживать, как командование військовой частины, чему они там находились и чему они от группы отшли. В Одессе в апелляционном суде сегодня рассматривали дело Александра Орлова. Напомню, 23 сентября руководители местной ячейки оппозиционного блока взяли под стражу. Затем он вышел на свободу, внеся залог чуть более 8 миллионов гривен. И вот новые судебные баталии. Все подробности узнаем от наших корреспондентов. И адвокаты Александра Орлова и прокуратура в апелляции оспаривают одно и то же решение суда первой инстанции. Только цели разные. Защитники просят снизить размер залога с 8 миллионов 600 гривен до 400 тысяч. Прокуратура требует взять оппозиционера под стражу без права внесения залога. Обвинение считает, Орлов может скрыться от следствия, уничтожить улики и повлиять на свидетелей. Орлова подозревают в организации массовых беспорядков 19 февраля 2014 года в Одессе, когда он был вице-губернатором области. Сам политик говорит, два с половиной года ни от кого не скрывался и сейчас не намерен. У него дочь инвалид и престарелые родственники. Считает, что прокуратура любыми способами хочет выбить из него показания против других людей. Я не знаю. Да надо быть уже пораженным таким человеком. Тем более мать лежит в больнице после инсульта. По словам адвоката политика, доказательства вины подзащитного прокуратура строят на показаниях всего одного свидетеля. Сергея Калинчука, тогдашнего коллеги Александра Орлова по обл. администрации. Якобы по телефону Орлов просил Калинчука помочь поселить группу тетушек в одесских санаториях. В итоге суд отклонил все апелляционные жалобы. И адвокатов Орлова, и обвинителей. Теперь прокуратура попытается взять оппозиционера под стражу уже по новому подозрению. Препятствование проведению митинга с применением насилия. Слушания назначены на среду. Оксана Григорьева, Леонид Аборин. Подробности телеканал Интер. Одесса. Изменения по упрощению налогообложения могут быть приняты уже в нынешнем году. Об этом заявил Владимир Гройсман во время презентации поправок в налоговый кодекс. По словам премьеры, это облегчит введение бизнеса в Украине. В первую очередь, считает Гройсман, должна быть упрощена система администрирования налогов. Дуже важно створить систему, которая бы дала возможность бизнесу абсолютно легко развиваться. Все это, что касается контактов с органами влади, что до дозвольных процедур, что до питания фискальных администрирования податков, это все должно быть открыто, прозоро и зрозумимо для всех участников процесса. А в Соединенных Штатах налоговые манипуляции стали причиной очередного скандала вокруг Дональда Трампа. Какие схемы вскрылись и как скажется эта шумиха на рейтингах кандидатов в президенты? Дмитрий Анопченко знает все подробности, он в Вашингтоне. Сенсационную статью, о которой все сегодня говорят, опубликовала в эти выходные авторитетная Нью-Йорк Таймс. Ее журналистам попали в руки старые налоговые отчеты Дональда Трампа, из которых следует в 95-м бизнесмен задекларировал почти миллиард долларов убытков. А значит, после этого вполне законно мог 18 лет не платить налоги. Газета пишет, в 90-х Трамп совершил множество ошибок в бизнесе. Вложил деньги в казино в Атлантик-Сити, попробовал заняться авиабизнесом, но неудачно. В итоге заявил о финансовых потерях почти на 900 миллионов долларов. Но личные потери, мол, обернулись и потерями для государства. Ведь по закону это позволило в последующие годы налоги не платить. Узнав об этом, противники Трампа уже заговорили, мол, какой из него будет президент, когда и бизнесмен-то он не очень. А вот его сторонники и члены его избирательного штаба наоборот говорят, Трамп гениальный предприниматель, раз воспользовался пробелом в законодательстве. Мол, если закон позволял не платить налоги, то почему бы и нет? Да он вообще гений, но воспользовался чем-то, что позволило спасти свой бизнес. Так это то, чем мы восхищаемся тут, в Америке. Это как Стив Джобс, как Уинстон Черчилль. Что интересно, Хилари Клинтон во время выступления перед сторонниками, а она сейчас с агитационной поездкой в Северной Каролине, решила эту тему вообще не поднимать. Хотя журналисты и ждали. Хилари уж точно не упустит шанса проехаться по сопернику. А вот Трамп, наоборот, решил, что лучшая защита – нападение. Выступая в Пенсильвании, республиканец неожиданно жестко прошелся по слабым местам Клинтон и даже спародировал конкурентку. Напомнил о ее недавнем обмороке и сделал несколько шагов от трибуны, шатаясь, будто вот-вот упадет. Она просто катастрофа. И вот вам женщина, которая должна бороться со множеством проблем. Но она не может и пяти метров пройти до своей машины. Может, уже достаточно? Удивительное свойство Трампа. Любого другого за эту жесткую шутку, да еще и в отношении женщины, в Америке жестко раскритиковали бы фрагменты его выступления, постят в соцсетях, да еще и пересылают друг другу. Для любого другого этот налоговый скандал стал бы поводом, если не для окончания карьеры, то для того, чтобы потерять множество голосов. Ну а для Трампа это лишь повод для рекламы. Но хватит ли этого качества, чтобы выиграть? Пока что соцопросы показывают, что шансы равны. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер. Ну а в Эстонии президентские выборы позади. И впервые в истории этой страны главой государства станет женщина. К тому же 46-летняя Керсти Кальюланд станет самым молодым президентом. Она была единственным кандидатом на главный пост в стране. За нее проголосовал 81 из 101 депутата. В Эстонии полномочия президента очень ограничены. Это скорее символическая должность. У Кальюланд биологическое и управленческое образование. Последние 12 лет она была представителем Эстонии в Европейской счетной палате. Наконец-то они определились с датой не свадьбы, а расставания с Европейским Союзом. Британские политики собираются начать процесс развода с ЕС не позднее апреля следующего года. Какие сложности впереди? Оксана Кундеренко с подробностями из Лондона. Казалось, они водят всех за нос и в международное сообщество, и собственных избирателей. Но когда же начнется настоящий процесс Брекзита, спрашивали у рулевых консерваторов с момента референдума. Ответ последовал на партийной конференции из уст премьера Терезы Мэй. Раз взялась страной в нелегкое время руководить, обязана действовать. Раньше она говорила «Брекзит означает Брекзит», и вот добавила конкретики. Затягивать не стоит. Когда общественность голосовала за выход, она хотела видеть этот выход на горизонте. Хочу быть предельно понятной. Никаких ненужных задержек с содействованием статьи 50 не будет. Мы сделаем это, как только будем готовы. До конца марта следующего года. Новый главный дипломат Борис Джонсон, один из немногих сторонников выхода страны из ЕС, в свойственной ему манере раскритиковал медиагруппу BBC за несбалансированное освещение процесса, которое его так взбесило и порадовался новым радужным перспективам. Я уверен, что этот референдум дал экономическую и политическую свободу нашей стране. Никогда, никогда в разговорах с европейскими бюрократами я не чувствовал, что мы потеряем что-то, если откажемся от их соглашений. Мы просто освободимся, будем свободны, как птицы. Правительство Мэй сделало выбор в пользу тяжелого Брекзита, где защита границы и контролируемая миграция победила зону свободной торговли. Слуги народа решили народ послушать. Теперь им предстоят нелегкие беседы в Брюсселе, который, кстати, новости о дате выхода приветствовал, но заодно добавил no notification, no negotiation. Никаких переговоров без официального уведомления. Что ж, будем ждать. Оксана Кундеренко и Сергей Дубинин. Подробности. Британское бюро телеканала Интер. Разочарование в Будапеште и облегчение в Брюсселе. Венгерский референдум по вопросу обязательных квот на прием беженцев признан недействительным. Почему и что планируют власти Венгрии делать дальше, расскажет Татьяна Лагунова. Для официального Будапешта это поражение с привкусом победы. Венгрия проголосовала против системы квот на прием беженцев, которую предлагает Евросоюз и категорически отвергает венгерское правительство. Нет, Брюссель не имеет права вводить обязательные миграционные квоты без согласия национального парламента. Сказали 98% проголосовавших. Практически все, кто пришел на участки. Но референдум признан недействительным. Причина – низкая явка. Чтобы голосование состоялось, сделать свой выбор должны были минимум 50% избирателей. Однако в воскресенье на участки пришло всего чуть больше 40. Премьер Венгрии Виктор Орбан, который несколько месяцев призывал граждан проголосовать против миграционных квот и потратил миллионы на эту кампанию, сумел скрыть разочарование. Он заявил о победе и планах изменить Конституцию. Европейский союз – это демократическое сообщество. Сегодня в одной из его стран большинство граждан проголосовали против планов Брюсселя. Теперь мы должны оформить это решение юридически. В ближайшие дни я внесу в парламент предложение об изменениях в Конституцию. Почему избиратели остались дома, предстоит проанализировать социологам. Мнение граждан Венгрии по этому поводу разделились. На кону будущее нашей страны. Люди должны были проголосовать за будущее своих детей. А они взяли и просто поленились это сделать. Им должно быть стыдно. Этого следовало ожидать. Люди сохранили трезвый ум, несмотря на промывку мозгов, которого я не видел за всю свою жизнь. А мне 86 лет. Есть и первая реакция европейских политиков. Если ее обобщить, получится как-то так. Не лучший день для Виктора Орбана. Но и не худший для Венгрии и ЕС. Татьяна Угноя, Вячеслав Фролов. Подробности Европейское. Бюро телеканала Интер. В Японии спасать от одиночества будут роботы. А вот спасти Ким Кардашьян в Париже не удалось никому. Об этом и не только в нашем обзоре. На Ким Кардашьян напали. Во время недели парижской моды пять вооруженных грабителей, переодетых полицейскими, ворвались в арендованные роскошные апартаменты знаменитости. Связали Ким и оставили в ванной. Унесли драгоценности на 10 миллионов евро. Теледива и модель не пострадала, но испытала шок и срочно покинула Париж на частном самолете. Ее муж, рэпер Канни Вест, прервал концерт в Нью-Йорке, как только услышал о неприятностях. Интернет-пользователи уже создают на события фотожабы. Мол, у Ким украли самое ценное. Была копия, стал оригинал. Мадонну, написанную в начале 16-го столетия, долгое время считали копией знаменитого Рафаэля и оценивали всего в 2000 фунтов. Но историк Бендор Гросвинор присмотрелся ближе и определил, что это оригинал. Цена картины сразу прыгнула до 20 миллионов фунтов. Затемненная лаком, Мадонна все это время находилась в Шотландии. Сейчас ее описывают не иначе, как захватывающее дыхание. Робот против одиночества. Такое техническое чудо создали японские ученые. Киробо Мини помещается на ладошке. Его программа отвечает развитию пятилетнего ребенка. Он без проблем поддерживает разговор и распознает эмоции собеседника. Киробо Мини должен помогать одиноким японцам, которым приходится отказаться от семейного счастья из-за карьерных амбиций. В продажу он поступит в следующем году и будет стоить около 400 американских долларов. В полет на поезде в китайском городе Чэнду представили первый в мире поезд на батарейках, похожий на американские горки. Невероятные свисающие вагоны на перевернутом монорельсе. Поезд работает на электрическом литий-ионном аккумуляторе, который используют в электромобилях. Двигается со скоростью 37 миль в час. В каждом вагоне помещается до 120 пассажиров. Дату открытия новой железной дороги пока не сообщают. Еще идут проверки безопасности. Нас ословили НЛО на видео. Яркую вспышку во время прямой трансляции с Международной космической станции уфологи определили как несолнечную. На видеокадрах странный светящийся шар парит над землей. Известный уфолог StreetCap1 сообщил об этом явлении на своем YouTube-канале. Видео пересмотрели уже более 170 тысяч пользователей. Охотник за НЛО написал, неопознанный объект ярче с левой стороны из-за солнца. Следовательно, это не является бликом. Тайсон Фьюри объявил себя самым великим и заявил, что уходит из бокса. Британский боксер-тяжеловец, отобравший титулы чемпиона мира у нашего Владимира Кличко, сказал, что завершает свою карьеру. В соцсети Twitter он написал, что бокс это самая скучная вещь, которой ему когда-либо приходилось заниматься. И послал всех куда подальше, не стесняясь выражения. Эксцентричный боксер на днях был уличен в приеме кокаина. Фьюри всего 28 лет. Матч-реванш по защите титулов WBA и WBO против Владимира Кличко уже дважды откладывался. Но буквально пару часов назад Фьюри отозвал свое заявление. Следите за развитием событий на нашем сайте. Подробности UA. Хороших вам новостей. До встречи завтра. Субтитры создавал DimaTorzok